Сегодня этот гражданин на вопрос судьи, что побудило вас сесть за руль пьяным, с глубоким вздохом отвечает «не знаю». Мужчина уже был лишен права управления транспортным средством. Однако, это не уменьшило силу его желания отправиться не в самом трезвом состоянии на улицу Волгоградскую, где его пьяное путешествие приостановил сотрудник ДПС. Сегодня прокуратурой города Бреста совместно с судом Московского района и областным управлением ГАИ организовано выездное судебное заседание по рассмотрению уголовного дела, связанного с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно и нарушением установленного запрета суда на управление транспортными средствами. За судебным процессом в зале заседания наблюдали потенциальные нарушители. Те, кто уже лишен права управления автомобилем за употребление алкоголя перед поездкой. Подобные мероприятия должны послужить для них хорошим уроком и стать нормой жизни. Принял на грудь, а руле позабудь. Что касается подсудимого, то свою вину он признал еще в начале заседания. Отпираться было бесполезно. Однако на снисходительность суда мужчина все же рассчитывал, апеллируя смягчающими обстоятельствами, наличием ребенка и отсутствием жалоб по месту проживания. Конечно, приговор, предложенный прокурором, был немного смягчен, но наказание последовало за преступлением. В соответствии с требованиями части 1-й и 2-й ст. 72-й Кр. Беларусь по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания, более строгим, назначить Жукову наказание в виде ареста на срок 4 месяца, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет, со штрафом в размере 300 базовых величин, что в сумме составляет 45 миллионов рублей. Зал судебных заседаний мужчина покинул уже под конвоем. В заключении ему предстоит провести 4 следующих месяца. Этот пример послужит хорошим уроком для тех, кто считает, что возможно избежать наказания за езду в состоянии алкогольного опьянения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова